Завтра красноярцев ждет один из самых теплых дней на этой неделе, а вот затем значительно похолодает. А как провести выходные без вреда для здоровья, узнаем у заместителя начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. В студии вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. 25 ноября в субботу ожидается последняя в этом месте магнитная буря. Она будет не сильная, 4-5 баллов. Тем не менее, метеорозависимым людям стоит позаботиться о своем здоровье. Водители, будьте осторожны. Возможно, замедление реакции. В субботу днем будет относительно тепло. 0 до плюс 2. Мы ожидаем вместе с тем усиления ветра с прорывами до 15-20 метров в секунду. А вот в воскресенье уже похолодает до минус 9 градусов. А в понедельник мы ожидаем понижение температуры до минус 24. Будьте осторожны. После детского перепада температуры возможно появление сосулек. Не проходите близко к стенам зданий. Не паркуйте там машины. В целом, на будущей неделе мы ожидаем до минус 12-15 днем. И минус 18-20 ночью. Кроме того, ожидается снег. Без снега возможно ухудшение видимости. На автодорогах, говорят, снежный накат. Только на этой неделе в крае спасатели выезжали на должные транспортные происшествия 24 раза. Трассы, занесены снегом, покрыты тонкой колькой льда. Даже в городе, к сожалению, ситуация на дорогах для снегопада очень сложная. Снегопад крайне рекомендуется выезжать на трассы новичкам. Да и опытных водителей при сильном снегопаде лучше выдержаться от поездки за город. Мы напоминаем, что на федеральных трассах действует 25 стационарных пунктов обогрева. Уважаемые красноярцы, в крае увеличилось количество погибших при пожарах людей. На этой неделе, к сожалению, погибло уже 5 человек, 2 из которых дети. В связи с похолоданием в ночное время мы ожидаем рост числа пожаров в жилье и погибших на них людей. Чтобы избежать беды, еще раз напоминаем жителям частного сектора. Проверьте состояние печей, не пользуйтесь самодельными обогревателями, не погружайте розетки. Напоминаем всем рыбакам, будьте крайне осторожны. Не выходите, не выезжайте на тонкий лед. Это смертельно опасно. Тем более, что хорошего клюва на будущей неделе мы не ожидаем. Два балла из десяти. На этой неделе в Константуранском районе в Знаменском заливе сортовавшиеся льдины сотрудники МЧС спасли рыбака, а вот на Жаровском районе любитель рыбной ловли утонул. С этой недели в крае началась операция «Тонкий лед». Проводится паспортирование мест выхода на лед рыбаков с применением беспилотников. Напоминаем, за выезд на тонкий лед нарушителей идет трав. Награду на замене до 4,5 тысяч рублей, на юридических до 400 тысяч рублей. Уважаемые красноярцы, соблюдайте осторожность в заповеднике Столбы. На этой неделе спасатели оказали помощь двум пострадавшим, один из которых ребенок, и еще четырем туристам помогли выбраться к пешеходной тропе. Они заблудились в заповеднике. В случае возникновения происшествия звоните на стандартный пункт спасателей на Столбах. Можно позвонить по телефону, они изображены, уважаемые красноярцы, на экране. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения человеческих ситуаций на канале ТВК. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok